Большой театр неотделим от всей жизни Москвы. Более 200 лет назад, в 1776 году, началась художественная история Большого театра. Первое издание театра на месте нынешнего Большого выходило фасадом на улицу Петровку. Театр так и называли Петровский. Он простоял 25 лет, сгорел. И на пепелище был воздвигнут в 1825 году по проекту Михайлова архитектором Бове новый театр, его назвали Большим Петровским. Через 28 лет случился новый пожар, сгорело все. Остался стоять лишь величественный портал. Тот, что стоит и сегодня. Открытие вновь отстроенного, уже как бы нынешнего Большого театра, произошло 20 августа 1856 года. Цвет и сила, Бог яркило, Красное солнце наше, Снет тебя в мире краше. Свет и сила, Бог яркило, Красное солнце наше, Свет и сила, Бог яркило, Красное солнце наше, Свет и сила, Бог яркило, Свет и сила, Бог яркило, Свет и сила, Бог яркило, Мыalf including духовной своей наполненности, Возносящем хвалу весне, свету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Насколько эти перемены многозначны, если подумать, для кого и как много раз в течение всех этих лет готовилась сцена Большого театра. Ведь точно так же, одеваясь в декорации, сработанные по эскизам больших художников, готовилась она для спектаклей, в которых разворачивались артистические и человеческие судьбы знаменитейших балерин и танцовщиков, певиц и певцов весьма далекого и совсем недавнего времени. Также готовились сцену, когда готовились предстать перед публикой Нежданова, Михайлов, Нелеп, Пирогов, Иван Семенович Козловский. И также готовились сцену, когда должен был выйти Федор Иванович Шаляпин. Шаляпин озарил эту сцену своим несравненным даром потрясать правдой судьбы человеческой. Вот, наверное, когда, вспомним строки из Аполлона Григорьева, театр зала то замирала, то стонала, и незнакомый мне сосед сжимал мне судорожно руку, и сам я жал ему в ответ, в душе испытывая муку, которой и названия нет. Где цвет болит, где серб луны блеск сорнит. В сердце мою лечу на дне следа Все, все прошло Музей Большого театра – это особый музей. Здесь множество документов, но кажется, что здесь оживают голоса тех, о ком они рассказывают. Леонид Витальевич Собинов Слушая сейчас этого дивного певца, чистого человека, вспоминаешь слова его, произнесенные в 1921 году при вступлении в должность директора Большого театра. «Я вошел в эти стены, – говорил Собинов, – в которых протекли лучшие годы моей жизни. У нас есть общий алтарь. Это Большой театр, который, да пусть останется на долгие годы храмом вечной красоты». Большой театр, который, да пусть останется на долгие годы храмом вечной красоты. Большой театр, который, да пусть останется на долгие годы храмом вечной красоты. Привальние дни 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 Привальние дни